Крыши текут, дома разваливаются, подвалы обесточены. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Угроза жизни не аргумент. Жильцы многоквартирного дома боялись выходить из собственного подъезда целый месяц. Столб, который держит козырек, проржавел. УК проблему долго не решала. Я позвонила в управляющую компанию. Мастер мне подтвердила, что она давно владеет этой информацией. Но устранять они ее намерены, когда потеплеет. Мне не аргументировали. Она говорит, ничего не будет, столб не упадет. Ни света, ни просвета. Жители многоквартирного дома в Варнауле возмущены трудолюбием своей управляющей компании. Голые-голые провода, можно сказать. Ну, изолента вроде свежая, но провода горы. В общем, тут надо все делать новое. Замыкание можно делать. Элементарное. Детская забава крутиться вокруг подъездного столба едва не привела к трагедии. Подъездный столб настолько проржавел, что едва не рухнул. Управляющая компания с многообещающим названием «Эталон» просьбу отремонтировать опасную конструкцию проигнорировала. Предложила сделать это летом, но жители не стали ждать беды. Обратились в СМИ, приложили фотографии. О, чудо, уже на следующий день УК подлатало столб. Лично моя дочь, которая сейчас 10 лет подходит, пока я достаю ключи, она водит вокруг этого столба хоровод. Ну, это все дети. Либо облокотились, либо толкнули. Конечно. Поэтому последствия могли быть ужасными. Подъездный столб прогнил и вот-вот готов был рухнуть. А с ним завалится и козырек. Под завалами могли оказаться жильцы многоквартирного дома. Дети, взрослые. Жители еще месяц назад били тревогу. Обращались в свою управляющую компанию. Но в оперативном ремонте УК «Эталон» людям отказала. Здесь критическая ситуация. Нужно срочно подпереть хотя бы деревом. Ну, в силу того, что у нас дети. Я сразу же позвонила нашей старшей по дому. У нас очень ответственная она. И она всегда в курсе всего. Она сказала, что да, Ирин, я в курсе. 20 января мной была написана официальная заявка в управляющую компанию на устранение вот этого недоразумения. Я позвонила в управляющую компанию. Мастер мне подтвердила, что она давно владеет этой информацией. Но устранять они ее намерены, когда потеплеет. Однако сварку в экстренном порядке специалисты УК провели, но уже в феврале, после того, как фотографии опасной конструкции, увидел интернет. Помимо несвоевременного реагирования обслуживающей компании, жители возмущены качеством ремонта двора по комфортной городской среде. Вот если вы обратите внимание, как выложен асфальт, то есть возле каждого подъезда образованы ямы. Соответственно, в период таяния снега, после дождей, выходя из подъезда, мы автоматически оказываемся в луже, причем достаточно глубокой. Асфальт должен был быть уложен до конца, до подъезда ровным слоем, для того, чтобы не создавалось вот этого кармана для слива воды. Не хватило асфальта или почему не хватило? Очень интересный вопрос, меня он тоже мучает, я полагаю, что сэкономили. И такая история со всеми подъездами многоквартирного дома. Жильцы уже трижды составляли акты с представителями администрации и общественниками. Людям пообещали устранить недочеты, однако городскую среду так и не сделали комфортной. Вопросы у жителей к детской площадке, которую также обустроили в 2019 году по комфортной городской среде. Сейчас это все под снегом, это не видно. По периметру площадки лишат бетонные ограждения, назовем их бордюры, высотой, скажем, 10 сантиметров. Если вы обратите внимание, вот в этом спортивном комплексе предусмотрено место для песочницы. Соответственно, песок, привозимый управляющей компанией, должен всыпаться туда. Однако, что происходит у нас? Песок высыпается вот здесь, везде. Естественно, коли это детская площадка, дети здесь бегают, они буксуют по этому песку, они падают, и высока вероятность пробить голову об этот высокий борт. То есть я полагаю, что по Санпину здесь какое-то должно быть другое покрытие, но точно не песок, в котором вязнут ноги ребятишек. Для песка место здесь четко определено. Ирина надеется, что и в этот раз, после огласки в СМИ, высшестоящие инстанции вспомнят про их двор и сделают условия проживания действительно комфортными, как обещали. Жители многоквартирного дома на Советской Армии устали от бездействия своей управляющей компанией ДЭС-2. Обслуживающая организация не может восстановить цвет подвала и заделать трещины на доме. На телефонные звонки УКА не отвечает. Люди начали бунтовать. Голые провода, можно сказать, ну изоленты вроде свежие, но провода, в общем, тут надо все делать новое. Замыкание может быть? Элементарно. Вот эта проводка, она относится к общедомовому освещению. Если здесь в подвале коротнет, то вот эта общая проводка, она во всех подъездах свет вырубится. Перегоревшая лампочка в стороне. Новая старая не загорается. Подвал многоквартирного дома на Советской Армии долгое время не видел света. Приходится подсвечивать на камерном. Управляющая компания ДЭС-2 не считает нужным обновлять осветительные приборы. Возмущаются люди и добавляют, что аварийным организациям в случае ЧП приходится работать в темноте. Выкручиваешься, вот за счет таких фонариков все, больше никак. Это неудобно, крайне. Ну, я аварийку отлично понимаю. Но это еще не все проблемы жилого дома. Подвальные помещения трещат по швам, показывают люди. У нас две небольшие пристройки, это входа в подвалы. Там хранится дорогостоящее оборудование, приборы учета, сантехника и так далее. Мы, как жильцы, всякое разное уже. Подпираем, вот видите, дощечками и так далее. Затирали, но толку нет. Все разваливается, нужен ремонт. Что одна, вход, что второй, вход. У нас нет сюда полномысь. Скоро уже все рухнет. Жители регулярно штурмуют УК, обрывают телефон. Но на контакт с людьми компания, собирающая каждый месяц деньги на содержание дома, не идет, игнорирует и телевидение. Жители дома настолько устали от поведения УК, что вышли на улицу отстаивать свои права. Тем более уверены они, помимо того, что ДЭС-2 игнорирует состояние дома, так еще и обирает добросовестных плательщиков ЖКХ. 258 рублей. Общее по ОДН – 401,66. А зачем на вас лишнюю энергию вешать? А потому что не платят. У нас 700 тысяч долгу по дому. То есть не распределяют жильцов, которые равновестные? С ними же не работают. А на пенсионеров раскидывают и все. Действительно ли обслуживающая компания сумму должников распределяет на других жильцов, хотелось бы узнать у специалистов ДЭСа. Но раз они вне зоны доступа, пишем официальный запрос в краевую жилинспекцию с просьбой разобраться в ситуации. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!